Вы офицер, да? Да. Значит, вы пошли воевать фактически из-за того, чтобы заработать деньги, да? Фактически получается так. А ваше команду не знало? Командование роты, армии, что вы воюете? Что я воюю? Да. Нет. Ну а как же? Вы ушли с части, взяли с собой оружие, все необходимое, никто ничего не знал? Нет, почему? В части мы ничего не брали, ни оружия, ни это. Это нам сюда листы по на керке? А в части не спросили, где вы? Вы же не уволены из армии. Куда мы пошли? Да. Меня нет. С какого времени вы служите армянской национальной армии? Я мне не служу ни с какого времени. Я 17 августа в Степанакерте и 11 сентября... Ну как вы с Арменией попали в Степанакерте? Ну вот машина шла с Еревана, там, в Палачинском коридоре в Степанакер. Все, и меня взяли просто. Просто взяли или вы сами сели? Ну я сам сел, в смысле... И вот эти вот ребята тоже вместе с вами? Ну вот эти ребята как раз ехали на этой машине и как раз вот на этой машине... Вы все с одной роты? Да. И все поехали зарабатывать деньги, да? Убивая людей. Я могу сейчас отвечать только за себя. Ну вы-то... Как вы можете за себя отвечать, когда они под вашим командой? Нет, почему я поехал? А они как очутились с вашей машиной? С одной роты специально? Все сели в одну машину? Нет, они ехали уже на этой машине. Ну и они ехали отдельным заданием, вас посадили, досадили, вместе избавляли... Ну не совсем так. Они возвращались с Еревана, они... Извините, еще один вопрос. Скажите, а много вот таких, как вы, сражаются в Нагорном Карабахе на стороне Армении? На счет количества точно я не могу цифру какую-то назвать. Но я знаю, что есть, а много-немного я... И все они военнослужащие 7-й армии? Нет, почему? Есть и военнослужащие 7-й армии, а есть как вот авантюристы, которые приезжают там с разных мест России, которые воевать просто за... А вы себя в данном случае как офицером считаете или как авантюристом? Авантюрист. Как можно определить ваше существование или службу? Ну, ваше отношение к армянским армянам? Думаете, что вы там не сможете, например, авантюристом? Ну, дело в том, что контракт я никакой с ним не заключал. Просто в Степанакерте получил задание, вот время на подготовку, готовились, готовил я группу, все, пошли на задание, с которыми вернулись. То есть как таковое, что я нанялся к ним на службу, то есть, ну, получилось из-за денег, а служить, проходить службу у них я не проходил. То есть, контакт я там имел только чисто тоже, чисто вот с начальником комитета обороны, которые, ну, через него все делали, ну, поставляли нам оружие, экипировку и задание. И жили мы просто на территории там пионерского лагеря, в котором сейчас там, ну, как, типа, стоит типа взводы охраны или что-то в этом роде. Учитывая задание, то есть уничтожение тех, кто его на северных пунктах или в объектах, военные, в этом роде? Нет. Мы поставили мину на понтонном мосту в Гетаване. Насколько я знаю, мост этот целый по сей день, понтон этот, потому что мину этой же ночью сняли. Убивать я никого не убивал, кроме мины на мосту. А те гранатометы, которые у вас изъяты, автоматы, которые изъяты, для чего были предназначены? Предназначены они, это орудия убийства, но из них не было сделано ни одного убийства. Ясно. Не было обстоятельств, потому что вас своевременно задержали. А если бы были те у вас боеприпасы, которые были у вас, вы оставили из-за того, что не могли... У нас были боеприпасы, когда мы сдались, у нас были боеприпасы, и к гранатометам, и к оружию, и к всему. У нас все было. Мы могли вообще его убивать, но вот я вот сейчас объяснял, буквально сейчас, как мы сдались. Именно обстоятельства в дате нашей пленки. Вы сдались, потому что у вас сбились маршруты, не по тому маршруту вы пошли. Понимаете. Оставили свои 90% боеприпасов там, где не предназначалось. На боеприпасах. Боеприпасы у нас, они как были, так и остались. А что вы оставляли? Взрывчатку, сухой паёк. А взрывчатку, как вы понимаете? Взрывчатку вы для чего с собой брали? Сколько взрывчатки было у вас? 40 килограмм. 40 килограммов взрывчатки. За 1 килограмм взрывчатки вы будете приговорены к смерти. А не говоря о 40 килограммах, которые вы могли разрушать наши села и убивать мирных жителей. Вот ответьте за свои деньги. Чего вы заслуживаете? Ну, отвечайте на вопрос, потом к вам будут вопросы задавать. Я не знаю, на тройне стоит вопрос. Я не знаю, на тройне стоит вопрос. Возвращение к смерти. Я не знаю, на тройне стоит вопрос. Я возьму мастер. До войны. Возвращение к смерти. Я не знаю.